Всем привет, всем хорошего вечера. Итак, к нашей теме перейдем. 5 продуктов при статозе печени, то есть при ожирении печени. Что же делать, когда у нас в печени аккумулируется жир? В 5% случаях развивается статоз, фиброз и в конечном итоге гепатит, яйцероз печени. И грозит это чем у нас? Раком печени. В настоящее время существует понятие мультифокального патогенеза, то есть существует много факторов, которые способствуют статозу или ожирению печени. Один из факторов основной – это инсулинорезистентность. При инсулинорезистентности понижается чувствительность к инсулину в мышцах и жировой ткани в печени. Высокое содержание сахарозы и фруктозы в пище – это большой риск развития НАШП, то есть статоза печени, ожирения печени. За счет повышенного содержания углеводов, то есть из углеводов образуется жир, уже висцеральный жир больше образуется, это ДНОВА липогенеза. За счет ДНОВА липогенеза, ДНОВА, то есть новое создание жира из чего-то нового, в данном случае из углеводов. Все это приводит к гипогликемии, то есть сахар повышается с нормы 3,5-5,5 ммол на литр. Таким образом мы получаем повышенный риск образования, в том числе воздействия на сердечно-сосудистую систему, постоянное хроническое воздействие, и сахар повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнения от сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом даже доброкачественное развитие на нашем статусе печени является риском осложнения сердечно-сосудистых заболеваний. В общем выявляется в странах России, США, в 24% случаев достаточно актуально, особенно для США. И таким образом, что же нам нужно, какие же продукты нужно употреблять. Согласно современным клиническим рекомендациям от 2022 года, рекомендуется средиземноморская диета. Основным составляющим средиземноморской диеты это оливковое масло, то есть растительное масло. Это первый продукт, который рекомендую употреблять для того, чтобы был такой желчегонный эффект, и печень сама очистилась от лишнего, от лишней желчи за счет желчегонного действия масел. Содержащиеся в нем полиеновые жирные кислоты активируют ферменты липолиза. Витамин Е, который содержится в масле, обладает антиоксидантной активностью, что тоже есть в клинических рекомендациях от 2022 года. Второй продукт это цветная капуста, пастернак, горох. Они обладают связывающей способностью, они связывают желчные кислоты. Третий продукт это фрукты, но не все фрукты. Как я вам уже говорила, что фруктоза способствует образованию жира, то есть статозы печени. Поэтому мы исключаем фрукты, которые богаты фруктозой, но оставляем фрукты, в которых мало фруктозы. Это цитрусовые ягоды. А богатые фруктозы, то есть те продукты, которые мы исключаем из рациона, это дыни, арбузы, груши, яблоки. То есть эти продукты богаты фруктозой и их мы исключаем. Почему главным образом эти продукты используются? Потому что там содержатся пищевые волокна, которые тоже обладают связывающей способностью и ощелачивают желчь. Предупреждают развитие жировой дистрофии. Четвертый продукт это рыба. Животный белок содержит незаменимые аминокислоты. И фактор, липотропный фактор, холин и метионин, которые предупреждают развитие накопления жира в печени. Также этими факторами липотропными обладает крупа. Это гречневая крупа, овсянка. Это у нас будет пятый продукт. В общем, всем хорошего вечера. По поводу средиземноморской диеты вы можете обратиться ко мне. Мы с вами подберем программу, которая будет придерживаться этой самой средиземноморской диеты, в которой есть в том числе и оливковое масло, рыба, овощи, фрукты. Мы с вами разберем, как правильно надо питаться. Вы получите рецепты, как нужно отделить тарелку. Это будет все в удобном формате, на почту. И все будет индивидуально подобрано. Почему? Потому что у кого-то может быть, к примеру, аллергия на цитрусовые. У кого-то может быть непринятие той самой рыбы. То есть посмотрим, как заменить. В общем, все очень индивидуально. Как я уже всегда говорю, что программы так таковой, как бы сетки, которые можно нацепить на всех, одинаково не существуют. Нужно все индивидуально смотреть и подбирать. В общем, всем хорошего вечера. Здоровья, берегите себя.